Переходим к третьему эпизоду нашей лекции. История крестовых походов в нашем сознании окрашена в черные мрачные тона, но я думаю, что все понимают, что в истории черно-белых красок не бывает. Что в истории все гораздо сложнее, нежели в детской книжке раскраски. И что крестовые походы это комплексное явление, которое нельзя вот так вот стряхнуть и сказать, что все это были злодеи и грабители и прочее. И зловредные латины пришли и грабили всех, и мусульман, и православных. Некоторые крестовые походы, вы абсолютно правы будете, если провозгласите такой тезис, вот четвертый крестовый поход, он вообще был направлен против Константинополя. Но мы пока будем говорить о первом крестовом походе, когда еще не наступил кризис идеи. Потом сама идея крестовых походов себя и сдержала, поизносилась и сошла на нет. Первый крестовый поход был провозглашен в 1095 году во время... Извините, у меня тут где-то должно было быть изображение крестоносцы. Да, вот оно. В городе Клермон римский папа Урбан II провозгласил крестовый поход, результатом которого, результатом собора, стало сразу две волны первого крестового похода. Скажу, что начало крестового похода было объявлено то ли в ноябре, то ли в декабре, то есть глубокой осенью, в начале зимы. И все вот эти вот мудрые мужи, собравшиеся здесь, все бароны, они понимали, что навигация давно закончилась и поход реально может состояться только весной. Поэтому они пошли по своим уделам копить деньги, вооружать своих крестьян, нанимать армию и прочее, и прочее. В общем, пошли готовиться так основательно. Но была еще другая прослойка людей, которым готовить было нечего. Это был нищий абсолютно народ, около ста тысяч человек, тут же снялись с места и в предводительстве Петра Пустынника, и был еще у них один предводитель, Вольтер Галяк, оба имени достойны ситуации, около ста тысяч человек снялись с места и тут же пошли в сторону Святой Земли. Большей частью они погибли по дороге. Часть из них все-таки дошла до Константинополя, чем привела в содрогание византийского императора. Чтобы вы понимали маршрут движения вот этой первой волны, все они как через бутылочное горлышко проходили через Константинополь. И византийский император всегда выступал в качестве перевозчика. Он должен был перевезти эту огромную армию в Малую Азию. И первая волна, вот эта крестьянская, она сошла на нет, потому что здесь их трагически всех порубили сарацины. То есть это люди были абсолютно не приспособлены к боевым действиям. И через полгода, когда настоящие рыцари, основная регулярная действующая армия добралась до Малой Азии, то из каких-то пещер, из-под воротен стали выползать нищие, похудевшие, облезлые люди, остатки вот той вот стотысячной волны крестьян. Что было результатом первого крестового похода? Целая сеть государств образовалась на Ближнем Востоке. Эгесское королевство, княжество Антиохия, графство Триполи и королевство Иерусалимское. Нас интересует в первую очередь вот это вот образование, хотя вот о каждом из этих государств стоило бы рассказать особо, потому что они являются отражением алчности крестоносцев. Они 4 года шли до Иерусалима, потому что их все время отвлекали. То Одесса, то Антиохия, то Алеппо, то Триполи, то Тир и Сидон, то Кейсария. Они везде видели повод для грабежа и для того, чтобы воткнуть там свой флаг и стать королем Антиохии, Эдесы или какого-то другого города. То есть вот эти вот королевства, они были, скажем так, сопутствующим ущербом. Главная цель все-таки была достигнута. В 1099 году крестоносцы подошли к Иерусалиму, взяли его с кровопролитнейшими боями. То, как они себя повели с защитниками города, достойно всяческих слез, потому что несколько десятков тысяч человек просто было уничтожено. И, кстати говоря, через 90 лет, когда Салахаддин выбивал крестоносцев из этого же города, то крестоносцы имели право ожидать чего-то подобного, что их всех тоже физически уничтожит. И к чести Салахаддина он не поступил так, как поступили крестоносцы. Вернемся к основной теме. Крест Господень стал не только главной святыней нового королевства, но еще и главным, если можно так выразиться, логотипом. Госпитальеры, тефтонцы, тамплиеры, как видите, все украшены крестом, изображениями креста во всех разновидностях. Носили крест крестоносцы не только на своей одежде, они имели его при себе, буквально, вот то животворящее древо, которое Елена оставила в Константинополе. Они всегда выносили вместе с собой на поле боя, поскольку были убеждены, что Господь, распятый на этом древе, им в битве поможет. И, сколь веревочки не виться, к сожалению, одна из таких битв закончилась фатально. И вот об этой битве, которая произошла у подножия горы по названию Корнейхиттин, мы с вами сейчас поговорим чуть более подробно. Во-первых, сориентирую сначала... Извините, что-то у нас вылазит все время. Сориентирую вас на местности. Вот Мертвое море, вот Галилейское море, вот город Тиверия. И чуть к северо-западу от Тиверии находится небольшая гора с двумя вершинами. И при наличии фантазии, хорошей погоды и определенного ракурса, можно под вот этими двумя вершинами увидеть некие рога. Поэтому гора получила название Корнейхиттин, что в переводе буквально означает «рога Хиттина». Чтобы вы окончательно поняли, где это находится, вывожу еще одно изображение. Вот эту гору вы хорошо знаете, гора Арбель. А за ней открывается великолепный вид на Галилейское море. Сражение происходило вот здесь, на вот этом вот плато. Итак, на местности мы сориентировались. Как сражение закончилось, я рассказ продолжу, но проиллюстрирую его эпизодом из фильма «Царство небесное». Это довольно известный режиссер, быстро хотел сказать, тут сейчас будет подсказка, вот Ридли Скотт. Я сознательно убрал звук. Вы, если захотите, фильм включите себе в полной версии. Сейчас нам режиссер предлагает обстоятельства совещания баронов. Совет баронов, проходивший в Акко, планировал новую атаку, новую волну крестового похода, но совершенно неожиданно до них донесли новость о том, что город Тиверия захвачен. И необдуманный шаг, необдуманное решение, принятое вот на этом совещании, привело к тому, что крестоносцы совершили однодневный переход, вот сейчас мы как раз видим по версии Ридли Скотта, как это происходило, от сепфурийских источников они отправились к Галилейскому морю, то есть к тому месту, где находился город Тиверия. Почему я остановил? Смотрите, что нас с вами интересует, как исследователей этой темы. Среди крестоносцев находится крест Господень. Мы оставим на совести режиссера то, что крест тут изображен в полный размер. Скорее всего, если он и был такого размера, то это был уже ковчег, поскольку цельную форму он наверняка не имел по целому ряду обстоятельств. И Лена часть креста увезла, и многие другие перетурбации были. Неважно. Важно, что крест действительно был во время этого похода среди крестоносцев. И они понесли его с собой в сражение. Как вы догадались, сражение окончилось поражением, потому что фактически Салахаддин поймал их в ловушку. Он спровоцировал вот этот однодневный переход. 1187 год, но тут даже не год важен, а дата, когда происходил этот переход. 3 июля. Вы наверняка были на Святой Земле. Были там или весной вместе со мной, или осенью, и там уже могло быть жарко. А 3 июля это ну просто, просто настоящий ад. Переход был не очень большой, всего лишь 20 километров. Но он так измотал крестоносцев, что они практически обескровленные, дошли до Галилейского моря, но подойти к воде, дабы утолить свою жажду, напоить лошадей, они не смогли. Поэтому они были вынуждены остановиться в нескольких километрах от Галилейского моря. И Салахаддин, вот его войско показано, у него армия превосходила практически в полтора-два раза. У него примерно 45 тысяч человек, а крестоносцев было около 20 тысяч. Сама битва в фильме не показана, там батальных сцен и так хватает. Показано, чем закончилось это сражение. Поле битвы при Корнехи Тин. Из 20 тысяч крестоносцев 15 были убиты, остальные в качестве пленников продавались по дешевке. И арабский историк, один летописец, говорит, что одного крестоносца купили прямо за пару стоптанных башмаков. Ну то есть, если это и преувеличение, то они недалеко от правды ушли. Не хватало веревок, чтобы связывать пленных. То есть поражение было сокрушительным. Для нас с вами, как для исследователей темы истории животворящего древа, важна вот эта вот деталь. Посмотрите, Ридли Скотт и эту деталь не упустил. Крест остался на поле битвы. Он оказался в руках Салахаддина. И какое-то время животворящее древо креста еще фигурирует в летописях, в исторических сводках. Второго и Третьего крестовых походов он присутствует как некий предмет торга. Дескать, ты нам пленников в числе 2700, мы тебе Антиохию, или там другой город, к примеру, а ты нам крест. Или ты нам крест, а мы тебе твоего эмира. Но не договорились. И в конце концов, крест животворящий вот так вот канул в лету. И где он, где основная часть креста, утраченная крестоносцами и попавшая в руки Салахаддина, мы, к сожалению, на сегодняшний момент так и не знаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова